Добрый день, уважаемые пациенты! Меня зовут Ленкин Сергей Геннадьевич, я врач Венеролог Уролог, и сегодня мы поговорим о симптомах сифилиса у женщин. Сифилис – это заболевание, передаемое преимущество половым путем, которое вызывается возбудителем бледной трепанемы. После попадания бледной трепанемы в организм женщины, на месте ее внедрения развивается краснота и небольшое уплотнение диаметром примерно 1-2 см. Потом постепенно из этого уплотнения формируется язва, язва с плотными краями, плотная на ощупь, называемая твердым шанкром. Язва может формироваться во влагалище у женщин, на половых губах, в области лобка, при анальных контактах в области ануса, при оральных в области рта. Как правило, язве сопутствуют лимфатические узлы увеличения в этой области, чаще всего в паху, и лимфатические узлы могут быть увеличены. Соответственно, при ощупывании язва, как правило, достаточно плотная и безболезненная, что отличает ее от язвы, которая образуется при половом герпесе. Затем, постепенно, если нет вторичного нагноения, язва заживает, язва заживает трубцом, и через примерно 6-8 недель появляются различные сыпи. Сыпи – это маленькие красные пятна чаще всего, или розоалезный сифилит. Появляется он на туловище, на животе у женщин, имеет разлитой характер. Также, может быть, пятна обесцвеченные в области шеи и верхней части груди и спины, называется жирелем венеры, большей частью бывает у женщин. Могут выпадать волосы во вторичном периоде, формируют картину, как будто изъеденный молью, какой-то пух. Также могут поражаться ладони подошвой, образованием мелких плотных красных узелков. При отсутствии лечения постепенно эти обострения спадают и наступает бессимптомный период до третичного поражения. Третичное поражение – это мощная аллергическая реакция в ответ на иммунную реакцию на вот эти бледные трепанемы, сохранившиеся. В ней формируются узлы, большие плотные образования, которые затем потом нагнаиваются. Эта опасность узлов в том, что они разлагаются, а располагаются они совершенно на любых участках тела женщины. В коже это еще не так страшно, а вот если это сердце будет, это если легкие, мозг и так далее, это может привести к фатальным последствиям. В частности, западающие носы – это не что иное, как разложившийся вот этот узел в области носа, ну и так далее. Конечно, сейчас можно редко увидеть такую форму третичного сифилиса, потому что часто применяются антибиотики. Антибиотики содержатся в курице, например, и в других продуктах, поэтому, возможно, сейчас наблюдается более доброкачественное течение сифилиса. Однако такое возможно. При любом подозрении на сифилис обращайтесь к венерологам нашего медицинского центра платной КВД. У нас принимают опытные венерологи, которые назначат вам необходимый анализ в зависимости от того, какие у вас проявления, когда было возможное заражение сифилисом и поставят правильный диагноз, после этого рекомендуют грамотное лечение. Поэтому при подозрении на сифилис, при любых симптомах, подозрительных на сифилис у женщин, обращайтесь к венерологам нашей клиники платной КВД. Ждем вас. Спасибо за внимание.